Мат — это одно из основополагающих свойств русского языка. Более того, без мата гораздо труднее просветить эволюцию русского языка. Мат просто необходим для выражения не только, скажем, ярмарочной или лубочной двусмысленности, но и для выражения очень экспрессивных эмоций. Более того, мат — на сегодняшний день словообразование с корнями из этих четырех-пяти слов происходит просто стремительно. Сегодня стремительно происходит словообразование с корнями из этих четырех-пяти слов. И язык развивается, и мы видим динамику развития языка. Поэтому, безусловно, чем чаще мы будем употреблять мат, тем он быстрее перестанет таковым быть. Это совершенно аксиома. Тут понятно, что слово запретное будет еще более желанным, и тогда оно будет оставаться матерным. Ну, допустим, слова, обозначающие эти же органы в английском языке, например, «дик», в английском языке, это слово нанесет не настолько табуированный смысл, как русское слово, обозначающее этот орган. Потому что «дик» — это может быть и фамилия, и имя даже человека. То есть, чем больше запретов, тем более похабно и пошло будет выглядеть это слово. Не выглядеть, так скажем, а будет звучать это слово. Поэтому, на мой взгляд, материться надо регулярно везде и всюду, и мат перестанет быть таковым. Продолжение следует...